Здравствуйте, меня зовут Александр Ефремов, я инженер департамента Matworks. Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию вебинар обучения в Matlab и Simulink от уравнений к фундаментальным принципам. Перед тем, как мы начнем, я хочу сказать большое спасибо Джерри Брашеру, сотруднику технического маркетинга компании Matworks, за подготовленный материал и возможность его обсудить. Без него этот вебинар вряд ли удался бы. Сегодня мы поговорим с вами о том, как вы можете использовать Matlab и Simulink, чтобы сместить внимание студентов с математических манипуляций в сторону постановки задачи, поиска решения и визуализации. И разработки основанным на фундаментальных принципах. Это позволит студентам создавать модели, исполнять их и понимать более сложные системы, как этот механизм быстрого отвода. Мы видим, что Matlab и Simulink дают нам возможность ставить задачу, основываясь на основных принципах, и производить вычисления без ошибок. Использовать общие методы и подходы из различных дисциплин, чтобы развивать алгоритмические навыки и принимать участие в междисциплинарных разработках. Также делать визуализацию и непрерывно оценивать постановку задачи и предположения, развивать концептуальное понимание того, с чем студент работает. Чтобы охватить этот материал, сначала мы обсудим трудности инженерного образования. После мы узнаем, как вычислительные инструменты помогут нам справиться с трудностями и будем использовать механизм быстрого отвода в качестве примера. В конце подведем итоги и я отвечу на ваши вопросы. В последние годы прошло несколько исследований, посвященных проблемам и направлениям развития инженерного образования. Вот некоторые из проблем. Подготовка студентов с расчетом на будущее, но не в ответ на запросы из прошлого. Помощь студентам в синтезе концепции и понимании, когда и как их применять на практике. Помощь студентам в формулировании и решении проблем при наличии неопределенности. Подготовка студентов к развитию и поддержке собственных науков в мире быстрорастущих знаний и изменяющихся технологий. Объединение инженерной практики и проектной работы. На протяжении всей традиционной программы обучения, чтобы обращаться не только к основам науки и важности технологического превосходства, но и к развитию профессиональных навыков, профессиональных инженерных навыков, которые необходимы для работы в современном, основанном на командной и глобальной работе мире. Пытаясь соответствовать этим требованиям, профессорский преподательский состав встает перед необходимостью идти на компромисс, делать упор на теорию или практику, работать с расширяемыми проблемами, решения которых известно заранее, либо с уже готовыми решениями, давать традиционные лекции или проводить семинары, назначать индивидуальные или групповые проекты. Рассмотрим упрощенное концептуальное представление таких компромиссов, один из них – между глубиной и широтой преподавания. Кривая показывает, что увеличить глубину преподавания можно лишь снизив широту, и наоборот. Достижимые комбинации для сегодняшних инженерных программ находятся на или под кривой достижимой области. Возможно, промышленные или социальные потребности обязывают нас предоставлять глубину и общность познаний, находящиеся вне зоны достижимости. Как мы можем этого достичь? Один из способов поднять кривую – это увеличить продолжительность инженерного обучения. Однако это вряд ли достижимо из-за ограниченных ресурсов и самих студентов, и институтов. Другой вариант – использовать алгоритмическое мышление и вычислительные средства, чтобы достичь желаемой комбинации широты и глубины преподавания. Чтобы продемонстрировать, как вычислительные средства позволяют превзойти текущие условия компромисса, я хочу обратиться к типичному примеру первого курса динамики – «К механизму быстрого отвода». Поведение механизма можно видеть на анимации. Длинный рабочий ход сменяется коротким холостым ходом. Интересно, что студентам, проходящим курс динамики, уже известны дифференциальные уравнения. То есть студенты могут исследовать поведение механизма быстрого отвода на протяжении всего времени. Мы же ограничим себя задачей исследовать механизм только в один единственный момент времени, светя таким образом задачу к статической алгебраической. Поскольку рамки задачи сужены, студенты будут задавать себе очень узкий вопрос – «Какое мне использовать уравнение?» Подход подразумевает применение продифференцированных ранее уравнений относительного движения для скорости и ускорения. Определим компоненты уравнений и выполним некоторые алгебраические действия, чтобы получить ответ. Следовательно, основное внимание уделяется вычислениям, но не фундаментальным принципам. Уникальности этой проблемы, потому что различные компоненты уравнений могут возникать в разных задачах, но не в общности, лежащих в основу принципов. Мы заставляем студентов быстро расправиться с задачей и пойти дальше, не давая им понять суть работы механизма. Наш инструмент – Symbolic Math Toolbox – позволяет описывать и решать уравнения в символе, выполнять вычисления с точностью допеременной. В частности, интерфейс Mupad Notebook – это интерактивная среда для выполнения символьных вычислений на языке Mupad. То есть, мы можем проводить алгебраические вычисления без ошибок. Чтобы реализовать подход, какое уравнение, попробуй применить Mupad. Это интерфейс для Symbolic Math Toolbox, который называется Mupad Notebook. Обратимся к механизму. В таблице указаны два уравнения, описывающие абсолютную скорость ползона B. Одно для точки B, как части кривошипа, другое для точки B относительно кулисы. Используя Mupad для решения выражений, мы получим следующее уравнение. В РЛ – скорость ползуна относительно системы координат, прикрепленной к кулисе. Омега-ЦД – угловая скорость кулисы. Заметим, что ВРЛ располагается на оси Х, связанной системой координат. Преобразуя результат в инерциальную систему координат, мы получим алгебраическое уравнение в общем виде. Дорассматриваем моменты, угол кулисы по отношению к горизонту составляет 60 градусов. Приравнивая наше уравнение для скоростей ползуна, мы получаем два уравнения и два неизвестных, которые могут быть решены относительно угловой скорости кулисы Омега-ЦД и относительно скорости ползуна кулисы ВРЛ. Мы также можем вывести на график векторы скорости, продемонстрировав, что суммы векторов скоростей для кулисы совпадают со скоростью кривошипа. Вместо того, чтобы заставлять студентов думать о том, какое уравнение стоит применить, попробуем подумать о фундаментальных широко применимых принципах. Принципах, которые подходят для этой и для многих других задач. Нам интересна геометрия движения ползуна и кулисы. Могу ли я записать абсолютное положение ползуна? Это всего лишь положение прорези С. Плюс положение ползуна относительно прорези С. Что такое абсолютная скорость по определению? Производная по времени – положение. Что такое абсолютное ускорение по определению? Производная по времени – скорости. Однако я совместил с кулисой вращающую систему координат, чтобы упростить запись вектора положения. То есть мне необходимо преобразовать производные по времени из вращающей системы координат в инерциальную. Кроме того, так как вращающиеся инерциальные системы координат не всегда совпадают, мне необходимо произвести преобразование координат, чтобы складывать вектора. Преобразование производных по времени и преобразование координат являются общими фундаментальными подходами, которые можно применить для решения различных задач. Более того, их можно реализовать алгоритмически. Таким образом, мы можем сместить внимание с алгебраических манипуляций и вычислений к применению фундаментальных подходов. Это гораздо более мощный способ применения возможности инструмента Symbolic MatToolbox. Итак, вернемся в Mepad, чтобы получить решение, основанное на фундаментальных подходах. Мы все еще рассматриваем механизм быстрого отвода. Чтобы реализовать решение, основанное на фундаментальных подходах, нам нужно определить преобразование координат из вращающей системы координат в инерциальную систему. Это преобразование зависит от угла кулисы по отношению к горизонту, значение которого является функцией времени. Далее мы определяем процедуру для преобразования производных по времени. По этой процедуре мы берем входной вектор и угловую скорость вращающей системы координат и преобразуем производные в инерциальную систему координат. Процедура реализует следующий фундаментальный результат. Теперь применим эти фундаментальные принципы к имеющейся задаче. В этой таблице указано положение ползуна во вращающей системе координат. Его производные по времени преобразуются для получения абсолютной скорости. Применяется преобразование координат для выражения скорости в единичных векторах в инерционной системе координат. Еще раз обращу внимание на то, что эти результаты получены с использованием вычислительных средств с целью овладеть фундаментальными подходами. Далее мы используем принцип вращения связанной системы координат, чтобы получить абсолютную скорость ползуна, как точки на кривошипе. Далее получаем дифференциальное уравнение. Дифференциальное уравнение, описывающее движение механизма. Приравнивая два выражения для абсолютной скорости ползуна, получаем систему уравнений. Это приводит нас к системе нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих положение ползуна относительно вращающей системы координат и угловой скорости вращающей системе координат. Или иначе, кулисы CD. Мы можем получить численное решение, используя показанные начальные условия. Когда мы получили решение, мы можем визуализировать движение. Таким образом, используя вычислительные средства для реализации фундаментальных подходов, мы можем полностью описать кинематику системы и полностью описать поведение механизма быстрого отвода. Более того, наши вычислительные средства позволяют пойти дальше анализа, к разработке. В данном случае мы можем задаться вопросом, как настроить разрабатываемый механизм. В данном случае это значит настроить отношение продолжительности рабочего хода к холостому ходу. Наши вычислительные средства дают нам возможность найти ответ и на этот вопрос. Во-первых, рассмотрим геометрию. На этой схеме кривошип показан синим цветом, кулиса – красным. Ползун – это точка B. Траектория движения точки B, находящийся на конце кривошипа, также показана на схеме. Часть пути, соответствующей рабочему ходу, показана розовым. Часть хода, соответствующая холостому ходу, показана зеленым. Заметим, что во время перехода между холостым и рабочим ходом кулиса является касательной к пути кривошипа. В данном случае угол наклона, касательный к пути, совпадает с углом кулисы. Мы можем использовать этот факт, чтобы описать соотношение между проектными параметрами и поведением системы. Проектные параметры – R – длина кривошипа, H – высота кривошипа относительно крепления кулисы. Работа механизма мы можем оценивать отношением продолжительности рабочего хода к холостому ходу. Это отношение зависит от угла φ, на котором происходит переход от холостого хода к рабочего хода. И обратно. В этой таблице описано круговое движение кривошипа. Берем производную, получаем угол, касательный к траектории. Далее мы приравниваем полученные к углу кулисы. И далее учтем, что круговое движение может быть описано с использованием проектных параметров и угла кривошипа φ. Учитывая определение арктангенса, мы получим простую связь между переменами R, H и φ. На этом графике показано значение φ, угла, на котором кулиса, касательно к траектории пути, в зависимости от расстояния между крепежами и длиной кривошипа. Обратимся к геометрии. Мы видим, что рабочий ход соответствует 180 градусам плюс 2 углам φ. Холостой ход соответственно 180 градусов минус 2 угла φ. Используя зависимость между проектными параметрами R, H и φ, мы можем записать отношение рабочего хода к холостому через эти параметры. На этом графике мы можем видеть отношение времени рабочего хода к холостому ходу в зависимости от R и H. Мы также добавили несколько линий тех мест на поверхности, где значение этого отношения одинаково. Для упрощения разработки спроецируем поверхность и линии на плоскость R, H. В этой точке мы находимся сейчас со значением отношения около 2 и 3. Положим, мы хотим изменить отношение до значения 2, показанного зеленой линией. Из графика видно, что мы можем выбрать различные комбинации радиуса кривошипа и положение его крепежа. Например, мы можем зафиксировать длину кривошипа на уровне 100 мм и увеличить высоту крепления до 200 мм. Либо мы можем зафиксировать крепление кривошипа, уменьшив его длину до приблизительно 87 мм. Таким образом, вычислительные средства позволяют нам исследовать область проектных параметров и достичь желаемого качества работы системы. В итоге, используя символьные вычисления, мы смогли реализовать фундаментальные принципы работы со связанными системами координат, с преобразованием производных по времени и с преобразованием координат. То есть мы можем справиться с широким спектром задач, используя символьные вычисления. Более того, мы не ограничиваемся одним алгебраическим решением в один момент времени. Вместо этого мы записали и решили дифференциальные уравнения, описывающие систему. То есть мы действительно понимаем поведение механизма быстрого отвода. На верхнем графике показан угол кулисы относительно времени. Путь от А до Б показывает холостой ход с крутым уклоном. От Б к С – рабочий ход. На нижнем графике показана угловая скорость кулисы относительно ее углового положения. Мы видим практически постоянную скорость во время рабочего хода и относительно большую скорость холостого хода. Все, что мы сделали, применили вычислительные средства МЮПАД, чтобы реализовать фундаментальные подходы. Ничего больше. Но заметим, насколько глубоко понимание механизма мы получили. Более того, мы можем реализовать нашу разработку, улучшить ее и проверить качество работы. Сим-Механикс – это среда для моделирования механических систем, состоящих из нескольких тел, позволяющих описывать поведение механизма пространства. Вы описываете систему из нескольких тел, используя блоки, представляющие тела, соединения, ограничения и силовые воздействия. Далее Сим-Механикс формирует и решает уравнение движения для всей механической системы. Этот процесс описания механических систем задействует фундаментальные принципы кинематики, такие как определение системы координат, глобальные или связанные, степени свободы и возможные относительные перемещения тел. Свойства тел Геометрию в данном случае, но мы добавляем массу и инерцию для решения динамических задач. Таким образом, моделирование смещает акцент в сторону параметров системы, которые необходимо понимать, чтобы рассмотреть нужные аспекты поведения. Как раз то, что мы делаем в качестве практикующих инженеров. Еще раз подчеркну, вычислительные средства позволяют нам сконцентрироваться на фундаментальных свойствах механизма, визуализировать и оценивать его поведение на протяжении всей работы механизма. Например, на графике показано угловое положение, скорость и ускорение кулисы. Мы можем сделать анимацию механизма. Также мы можем изменить проектные параметры или конфигурацию проекта и увидеть влияние этих изменений, не опасаясь получить ошибку в ручных расчетах. Использование вычислительных средств смещает фокус в сторону фундаментальных принципов и позволяет получить лучшие решения развивает критическое мышление и дает возможность глубже понимать проблему. Более того, решение задач с использованием вычислительных средств не приводит к описанию модели. Напротив, работа с правильными фундаментальными подходами является естественным путем к созданию моделей. Ранее на вебинаре мы заметили, что вычислительные средства дают нам возможность шире посмотреть на задачу, в то же время не теряя глубины изучения. Simscape расширяние для Simulink позволяет нам описать различные системы механические, электрические, гидравлические и другие, используя подход физических сетей. Simulink дает нам возможность использовать фундаментальные блоки, из которых инженеры различных сфер деятельности могут описывать модели собственных компонентов, используя основанные модели Simscape. Эта рука робота является междисциплинарной электромеханической системой. Описание модели объекта требует междисциплинарных знаний. Мы можем описать сборку руки робота, используя Simscape и Simmechanics. Мы также можем использовать подход описания модели Simscape для описания моделей двигателя постоянного тока. Здесь упор делается на определяющие уравнения описывающие элементы и элементы сохранения энергии между ними. Ключевая идея заключается в том, что концепция энергии распространяется на различные инженерные дисциплины, поэтому инструменты, которые реализуют этот подход, можно использовать для разных дисциплин. и поэтому мы можем расширить спектр обучения, не слишком углубляясь в отдельные аспекты различных дисциплин. Как и предписывает блок схемы, мы можем еще более расширивать задачу, введя обратную связь. Теперь, благодаря выяснительным средствам, мы имеем большую достоверную задачу и способ ее решить. Мы можем сконцентрироваться на требованиях к работе замкнутой системы и использовать корневой годограф для разработки, не тратя время на применение десятка правил построения годографа. Мы можем реализовать регулятор в замкнутой системе с моделью и вывести график углового положения руки относительно управляющего воздействия. Замечу также, что мы можем использовать Simscape для описания аналоговой реализации PID-регулятора, применяя блоки операционных усилителей, резисторов и конденсаторов. Мы также можем сделать анимацию движения системы. Таким образом, вычислительные средства могут существенно увеличить широту и глубину преподавания инженерных дисциплин. На этом вебинаре я постарался показать, что вычислительные средства позволяют превзойти имеющиеся на данный момент ограничения по глубине и ширине преподавания смещая акценты в сторону понимания применения фундаментальных принципов. Джерри Брашер ему удалось встретиться со многими профессорами, которые говорили ему, что из применения вычислительных средств в рамках курсов они смогли передать больший теоретический объем и обратиться к большим более сложным инженерным задачам. Таким образом, применение вычислительных средств в инженерном образовании дает возможность студентам глубже понимать фундаментальные принципы, изучать более достоверные проектные задачи и вырабатывать навыки профессиональной работы и исследований. Спасибо за внимание. Сейчас вы можете задать свои вопросы в окошке чата. Я вернусь к вам через несколько минут, чтобы прочесть их и ответить. Спасибо. Спасибо.